Картина называется «Возвращение блудного сына». Сегодня я в Риге, завтра на карантине. Цель моего визита – это получение нового загранпаспорта, который готов был в начале марта. Но по причине того, по сложившейся ситуации, связанной с коронавирусом, пришлось отложить получение паспорта на почти три месяца. Зашел в магазин сегодня. В итоге общая сумма – 20-20. Ну, такая символичная немного сумма, да? Ну, в общем, так. Добрался до Нарвы. Вот тут сижу, короче, никак в Россию не въехать. Короче, вообще засада полная. Офигеть. Жарит, печет. Я, конечно, не поплыву через нее, я же не такой идиот. А проще, наверное, вон там, тем более, везде погранцы стоят. Я смотрю, будка погранцов там, и забор везде проходит. Поэтому переплывать так точно не в этом месте. В границе, да, мне попался один назычок, который предложил мне уже лампу перенести на российскую сторону. Нарва – это приграничное городишко Эстонии. И через реку, вот через эту речку у нас Россия, Российская Федерация начинается. Но сегодня туда мне попасть сложновато. То есть это как минимум, как минимум две недели карантина. И то есть сидеть на одном месте ничего не делать. Хотя здесь, вот здесь, по этой эстонской земле, передвигаюсь свободно. В магазинах не так все жестко, как в Голландии или в Германии. Народ без масок. На общественном транспорте также народ без масок. Поэтому как-то, ну, я не знаю. Мне кажется, здесь вируса меньше боятся. Наверное, в России примерно то же самое происходит, если я могу это представлять так. Сегодня общался с эстонскими погранцами. В общем, они говорят, что, ну, ты можешь пройти, там, задать вопросы российским погранцам. Но тогда, как бы, это самое, тогда ты можешь забыть о свободном перемещении в Эстонии. И тогда мы тебя на две недели в карантин закроем. Короче, полная белиберда. По Европе я передвигаюсь спокойно. Вчера, соответственно, я оказался в Риге. Из Риги я сел на автобус и доехал до Таллина. В Таллине, опять же, на границе никто ничего не проверял. Температуру нигде не мерят. Отличается от того, что пишется на сайтах. Грубо говоря, не знаю, те же автоперевозчики, автобусные перевозчики, я не буду называть их имена, они, значит, предлагали, что у нас там полная дезинфекция всего салона, там, каждый раз. И это чуть ли не на каждой остановке, и каждый должен сидеть по одному. Но в итоге получилось, что сидели по два, и незнакомые люди друг с другом сидели. И, в общем, все без масок. Также обещали мерить температуру при посадке самолет, ничего этого не было. Затем, конечно же, везде в аэропорту там это самое, писали полтора метра, полтора метра, социальная дистанция между людьми. Это, конечно, также не соблюдалось. К эстонцам я подхожу второй раз, спрашиваю, а что реально, если я буду из России выезжать транзитом, вы меня также на карантин посадите. То есть, получается, две недели там, в России на карантине, потом две недели в Эстонии на карантине. Он позвонил там кому-то повыше, те сказали, нет, тогда не надо. Если ты, как бы, покажешь нам билеты, и ты вылетаешь там в свою цель из Сталина, куда тебе надо. Вы видите, пешеходов нету сегодня. Сегодня передо мной были два мужика с просроченными шенгенскими визами. Эстонцы им пару вопросов задали, но пропустили. То есть, как бы, все прекрасно понимают, что ситуация достаточно накаленная, сложная. Вот. Ну, так как сегодня у нас 24 июня, то сегодня все у нас было с российской стороны закрыто. До погранцов просто не дозвониться. Там они, короче, сильно заняты или отдыхали. Завтра буду узнавать у них по поводу карантина, что да как. Чепуха полная с этим карантином. В общем, в Европе здесь воздух такой же, как и там, на стороне Ивангородской крепости. А происходит и солнце так же светит ярко и так же греет, как и здесь. Тем не менее, в магазинах социальная дистанция не соблюдается. Все без масок, тележки перед собой не водят, чтобы соблюдать дистанцию. В общем, полная билиберда. Поэтому у меня это все порождает только кучу вопросов. И существует ли реально вирус, и не использует ли каждая страна, или, я не знаю, ЕС в своих целях, а Россия в своих целях. Всю эту ахинею. Возможно, может быть, все-таки вирусы есть, и кого-то он коснулся. Но, слава богу, у меня он обошел мимо. И, ну вот, я добрался до сюда, стою здесь. Но дальше дороги нету пока что. Смотрю там это самое. Вот через мост, как бы, девушка идет с чемоданом и с ребенком. Я же, как бы, сразу туда, к выходу из пропускного пункта эстонского, ждал-ждал, короче, выходит. Ну, пока я ее ждал, там еще мужик до меня докопался, говорит, надо перевезти срочно лампу на российскую сторону. Ты же туда едешь. Я говорю, еду, но я еще думаю, ех, нужен ли этот карантин или нет. Он говорит, ну, подумай, короче, мне лампу туда надо перевезти. Ну, короче, какой-то барыга решил это самое еще, выехать на мне эту лампу предложил. Ну, он мне пару дельных моментов рассказал по поводу того, что это самое, соответственно, можно, проходишь российскую границу, говоришь, как бы, где ты прописан. Они все это записывают, тебя регистрируют. Они не помещают тебя куда-то в какой-то свой профилакторий, санаторий, где ты сидишь две недели, а едешь по месту прописки, и чтобы, самое главное, тебя кто-то встречал на машине. То есть, там без разницы, таксист или нет, который довезет тебя до дома, и то есть, чтобы не было контакта с людьми в общественном транспорте. Штраф за несоблюдение от 15 тысяч рублей, это порядка 200 евро, и выше, по-моему, там до 40 тысяч. В Эстонии, говорят, слухи ходят, что и до 10 тысяч евро может штраф быть, вернее, он был, но вот сейчас у них, оказывается, все-таки есть карантин для тех, кто из России заезжает. Ну, в общем, я вижу, да, что эта женщина как бы проходит, я и бегу туда, этот барыга меня там уже подсуетил, рассказал кучу инфы какой-то мне там, это что, решил заболтать это самое, и в это самое, чтобы я только лампу его переправил, и ему похрен, карантин, я пойду не в карантин, ему главное лампу переправить. Я говорю, мужик, слушай, не торопись, а, это самое. Ну, и тут эта девушка выходит, я ее спрашиваю, что, как там, как там вообще, расскажите, как там люди-то живут, блин. Она говорит, ну, это самое, да, я туда, как бы, российские погранцы разрешили, типа, пройти забрать ребенка, ей привезли на такси ребенка, она забрала ребенка, и, вот это, значит, прошла с ребенком, ну, чемодан, видимо, тоже привезли, и пошла обратно, значит, эстонцы, видимо, тоже с эстонцами она договорилась, что забирает ребенка, и таким образом, как бы, ее не посадили ни там, ни здесь на карантин. Эстонские погранцы говорят же, типа, ну, вот, ты сейчас пойдешь к российским погранцам, что-то у них там спросишь, к нам вернешься, если тебя не устроят, то мы тебя на карантин закроем. А если из России буду выезжать с билетами на самолет из Сталина, то они меня в карантин не будут сажать и пропустят транзитом. Ну, короче, кругом какой-то нестыковки в том плане, что, как ни крути, то есть, как бы, я буду с кем-то с российской стороны контакт иметь, и либо это просто погранцы, либо это, соответственно, жители России, и неизвестно, там я в Анапе был, или в Крыму, или, я не знаю, там, в Алтай, на Алтай уехал, но, тем не менее, обратно я выезжаю, эстонцам пофиг, как бы, они меня в карантин не будут сажать, а здесь просто, чтобы пошел к погранцам спросить у них что-то, они меня в карантин хотят посадить. Ну, короче, бредятина полнейшая, кругом, кругом, в общем, не знаю, как мне попасть вот на ту сторону, вон там, где российский флаг, сейчас неветрено, и он не развивается, поэтому, не знаю, надо, завтра буду пробиваться туда, ну, скорее всего, мне-то кажется, что я не пожертвую двумя неделями для того, чтобы сидеть на одном месте. Короче, ребята, полная бредятина, ахинея, которую тут затеяли, непонятно с чем, то ли это все это натовские учения были, потому что ехал я ночью на автобусе, проснулся от того, что рядом, ну, по встречке проносились просто с нереальной скоростью эти самые грузовые автомобили с бронетехникой, ну, с различной техникой, танки там и тому подобное, они просто неслись по дороге, водила даже автобуса остановился и к обочине прижался, чтобы пропустить эту всю военную технику. В общем, полный бред, то есть сказали, что натовские учения закончились, они там перегоняют по прибалтийским странам до сих пор еще свою технику, и, в общем, ну, не исключено, что это так же, как бы, в этих целях используется. Ну, в общем, заканчиваю, заканчиваю я свой репортаж, заканчиваю я свой плачевный и, в общем, жалобный репортаж, вот. Солнце пошло на закат, очень хорошо так светит, а я сплакну, ребята, сплакну. А, пива не хватает только, ща бы пивка жахнуть. Ай, да че там говорит, бляап, вон там, смотрите, человек на той стороне, вон там, да, и что? Охренеть, просто вышел границей прогуляться, а вон еще люди есть, там сидят. Блин, я им завидую, что я тут делаю, это пиздец. Как выбираться, как выбираться? Как выбираться, как выбираться?